Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я предал Как и Уда предал А чего ждал так долго Когда мучаешься Наш-то Себинские Знали, где меня искать Узнала Сразу узнала, Ваня Иди, что ли, обнимемся Я думал Обиду на меня держишь Я же Как и Уда Привет Глаза закрою Вижу картины, одна страшнее другой То Замерзаешь, то С голоду помираешь, то Машина Тебя слепую сбила Иногда Услышу от наших Жива Тогда и моя душа Радуется Но Бог наказал меня Детей Всех Война унесла Не плачь, Ваня Они сейчас С Богом Я за них молюсь И за спасение Твоей души Каждый день молюсь Откуда Откуда В тебе столько добра Ведь я столько зла тебе сделал Простишь ли ты меня когда-нибудь Прости Я тебя, Ваня, давно простила А теперь и Господь снимает камень с души твоей Чудо творится Девятая серия Прозрение Ее чтят и боготворят миллионы Ее просят о невозможном Женская заступница Покровительница бездетных семей Она исцеляла больных молитвой Предсказывала будущее Помогала в решении семейных проблем и конфликтов Она никому не отказывала в помощи Ни при жизни Ни после смерти Впервые мы собрали по крупицам Разрозненные и малоизвестные факты О жизни великой старицы И шаг за шагом Восстановили путь Святой Матроны Московской Это невероятная история о чуде Которому есть место в жизни Каждой женщины Это уникальная икона Святая Блаженная Матрона Московская Пророчествует стражу об огне Милиционер на иконе изображен в форме Которую носили еще до войны Это реальный эпизод из биографии Матроны И произошел он в конце 30-х годов В квартиру, где жила старица Явился участковый с ордером на арест Действительно было очень серьезное нарушение И не только потому, что она нарушала паспортный режим У нее не было ни паспорта Она из деревни приехала без документов Неужели безобидная молитвенница Могла быть опасной для властей? Почему за ней в те годы Шла настоящая охота? Потому что она жила в Москве на птичьих правах В общем, у нее не было официальных документов Что в то время грозило Как минимум высылкой за 101-й километр А как максимум тюремным заключением Удивительно Но Матрона всегда заранее предвидела опасность И успевала предупредить близких за несколько часов До прихода сотрудников НКВД Она могла неожиданно объявлять о том Что я сегодня уезжаю То есть это было в ее манере любви к человеку Она не хотела никого огорчить Чтобы из-за нее кому-то были какие-то неприятности Каково было слепой, обездвиженной женщине Переезжать с места на место Не иметь своего угла Скитаться по всему городу Матроне часто помогали незнакомые люди Известно порядка 10 адресов, по которым Матрона проживала в Москве Это Сокольники, Пятницкая улица, Никола Емская, Петровская, Разумовская, Царицына Но больше всего по времени с 1942 по 1949 год Матрона Московская прожила в Староконюшенном переулке Но почему о Матроне заботились чужие люди? Ведь по одной из версий в эти годы в Москве жил родной брат старицы Иван Почему же он не приютил сестру? Неужели он даже не попытался отыскать ее? Ведь это было несложно Где бы Матрона не селилась Весть об этом мгновенно разносилась по всему городу Опасался за свою жизнь? А может чувствовал свою вину за то, что когда-то предал родную сестру? Односельчанка Матроны, Анна Филипповна Выборнова Которая часто навещала старицу в Москве Вспоминала, что однажды в дверь постучали На пороге стоял участковый Гражданка Никонова Собирайтесь на выход Помощницы старицы испуганно переглядывались Неужели Матрона не увидела опасность? Почему не предупредила, что нагрянет милиция? И откуда участковый узнал, что хозяева дома прячут здесь матушку? Неужели донос? У меня есть приказ А рассуждать мне не положено Не может ходить, значит буду выносить А тебе, сынок, самому нужно бежать домой Выносить жену А я слепая И без ног Куда я убегу? А тебе скорее домой надо Эй, гражданечка, вы мне зубы заговариваете, да? Эх, сынок Я была бы рада, если бы это было неправдой Только у тебя дома беда Беги скорее Спасай жену А я тебя подожду После этих слов Матроны Милиционер бросился домой И правда еле успел Жена его разжигала керогаз Плеснула на себя керосином И вспыхнула как факел Ты Прости меня Виноват перед тобой Я тебя арестовывать шел А ты Жену мне спасла Бог спас Ты у него прощение проси А ты Научи меня Богу молиться Анна Выборнова Рассказывала, что после этого Милиционер заявил начальству Что Матрону он арестовывать Отказывается Теперь мужчина часто приходил к старице Молился вместе с ней Помогал с переездами Следователь Алексей Каверин Каждое воскресенье Ходит с маленьким сыном в храм Дима уже сам ставит свечки И вместе с папой Читает молитву у иконы Святой Матроны Московской Мальчик знает Что эта святая Спасла его отцу жизнь Вся моя жизнь перевернулась С ног на голову Как сказал мой один из бывших начальников Не было бы счастья До несчастья помогло Это случилось 5 лет назад Алексей Каверин Выехал на задержание преступной группы Он первым вошел в квартиру Нас было 4, их было 8 И началась такая потасовка Мне прилетел Лом сзади в голову Просто так выражаясь Прилетел На самом деле по голове Очень смачно ударили Несколько раз Оперативники обезвредили банду Но финала схватки Алексей уже не видел Он был без сознания На грани жизни и смерти Состояние было крайне тяжелое Он поступил в реанимационное отделение Где им занимались реаниматологи И нейрохирурги Алексей Александрович Орлов Лечащий врач Каверина Сейчас признается Шансов выжить у его пациента Практически не было Алексей потерял слишком много крови Врачи провели несколько операций Но никаких гарантий дать не могли Близким они сказали Молитесь Тогда друг и напарник Алексея Поехал в Покровский монастырь К Матроне Уже потом Он узнал, что сразу после его молитвы Алексей пришел в себя Я пошел, стоял в очереди к мощам Попросил от души искренне Чтобы Ну действительно он не был Не чужой человек Близкий очень Очень близкий друг Не просто там товарищ А близкий друг Который действительно из детства А вот То, чтобы он Попросил, чтобы он Вот он мечтал иметь семью, ребенка Я попросил его Сделать так, чтобы Он у него это был Для врачей возвращение Каверина к жизни Стало настоящим чудом Сейчас покажу вам Фотографии после операции Фотография после Самой первой операции И фото После того, как мне поставили пластину Мозг сильно поврежден Говорили врачи Полноценную жизнь Алексей вести не сможет Прогнозы в таких случаях Самые разные Но вероятность Полного восстановления Без оставшейся инвалидизации Практически редко встречается Тогда Каверин Сам стал молиться Матроне Он верил Рассветая спасла ему жизнь То поможет и встать на ноги Может быть я неправильно жил в чем-то Что-то неправильно делал И решил попросить ее Что я исправлюсь И буду все делать правильно Поставь меня на ноги Дай мне жену, ребенка И Поставь меня на работе Я буду делать все Так как нужно нормальному человеку И буду всем о тебе рассказывать И святая ответила на все его молитвы Выйдя из больницы Каверин женился Вскоре родился сын Алексей по-прежнему работает следователем в Муре Но как бы он ни был занят по работе Всегда находит время, чтобы зайти к Матроне Все не просто так в этой жизни Нужно верить, молиться Любить жизнь, любить Господа Бога Святую Матрону Алексей Каверин Считает заступницей своей семьи Ведь сама старица еще при жизни Не раз говорила Приходите ко мне со своими бедами Всех услышу Всем помогу Мир лежит возлее прелесть И прелесть прельщения душ Будет явная Остерегайтесь О каком прельщении Говорила старица Известно, что перед революцией Матрона предупреждала О полчищах бесов Которые захватят Россию Никто не мог, конечно Представить себе еще 10 лет назад Что страна, в счет православная С тысячелетней историей Может за несколько лет Буквально перевернуться Матрона говорила, что многие люди В то время ходили как во тьме Эта беда не обошла стороной И дом Никоновых Сыновья Никоновых выросли Совершенно невозрепленными людьми Оба были коммунистами Оба раскулачивали своих Насельчан Братьев Матроны Из-за них там, собственно, она и уехала Было вынуждено уехать В Москву Покинуть родную дуру Михаил и Иван В открытую заявляли, что Сестра-молитвенница Мешает им жить Из-за нее они могли Не только лишиться карьеры Но и свободы Особенно настаивал на отъезде Матроны ее младший брат Михаил Коммунист Председатель комитета бедноты Он с особой жестокостью Разбирался с теми, кто не хотел Делиться собственным добром Возникали конфликты, которые Заканчивались и перестрелками И убийствами И всеми вытекающими Из этого последствиями Никто и никогда не пытался Выяснить, что же произошло С братьями Матроны После ее отъезда в Москву Но нам удалось узнать Как сложилась их судьба Известно, что еще в 30-х годах Семья Михаила Жила в Себино Но затем дом Никоновых Сгорел ночью При странных обстоятельствах На всей улице Огонь уничтожил только их избу Соседние дома От пожара не пострадали Что это было? Случайность? Или месть крестьян Которых раскулачивал брат Матроны? Через несколько лет По воспоминаниям односельчан Михаил Никонов Вместе с семьей Уехал из Себина В неизвестном направлении Вот когда он В 38-39-м Ехали вот так По некоторым данным В 1942 году Михаил Никонов В возрасте 54-х лет Ушел на фронт И пропал без вести Что с ним стало? Погиб? Попал в плен? Или дезертировал? Неизвестно А вот про старшего брата Ивана Есть сразу несколько упоминаний В житии у Зинаиды Ждановой По ее словам Иван Никонов Который упрекал сестру За то, что в Бога верит И людям помогает Потом несколько раз Приезжал к Матроне в Загорск Просил прощения Каялся Сам он уже был Совсем плохой Смертельно больной Маленький ростом С усиками Худенький Вспоминала племянница Матроны Анна Дмитриевна Прохорова Что сказала Матрона родному брату? И почему Иван так боялся Этой встречи? Исследователь Геннадий Зайцев Более девяти лет изучал И сопоставлял крупицы сведений О семье Святой Матроны Ему удалось найти В архивных документах И упоминания об Иване Никонове Действительно есть такая запись 10 января Села Себино Крестьянин Иван Дмитриев Никанов Православный Первым браком 19 лет Взял в жены Села Себино Крестьянина Николая Иванова Ивановича Федотова Дочь Идокии Православной 17 лет В метрических книгах Есть записи О семье Ивана Никонова В 1907 году У него появился Первенец Сын Дмитрий Крестной матерью малыша Стала его тетка Матрона Никонова В 1909 Она же крестила Первую дочь Ивана Марию А еще через два года У Ивана и Наталии Родился второй сын Василий И опять восприемницей Родители назначили Матрону А вот своего младшего сына Петра Появившегося на свет В 1918 году Иван Никонов Крестить уже не стал Побоялся Или к тому времени Он уже отрекся от веры И перестал доверять сестре Известно, что перед началом Первой мировой Двое братьев Никоновых Тянули жребий Кому идти в солдаты Ивану повезло Михаил вытащил жребий И покинул Себина на 8 лет Иван остался в семье За старшего Ну Иван Во-первых Он был грамотный человек То есть Хозяйство его было Не последним В общем списке Крестьянских хозяйств Все изменилось Когда в 1917 Вернулся из армии Михаил По одной из версий Именно Миша внушил Ване Что революция Это выгодно Главное не упустить момент И тогда можно жить припеваючи Он заставил брата продать все нажитое имущество Предвидя будущее раскулачивание И уговорил вступить в ряды большевиков Скоро бесноватых захватят власть А потом и бесы во власть станут Патриарха убьют Убьют царя Всех убьют кто от Бога При новой власти братья Никоновы Быстро получили высокие должности Вот постановление согласно которому В мае 1917 года Крестьяне села Себино Избрали Ивана Никонова Членом волосного совета Граждане села Себино При полном сходе Единогласно постановили Что лишить Некого губаного Василия Тихоныча Который был прежде Членом волосного совета И назначить Выбрать на его место Значит Ивана Дмитриевича Никонова Иван в родительский дом Теперь заходил редко Встреч с Матроной избегал Они боялись Что она испортит карьеру И им не нравилось Что люди перестали В связи с тем Что начался Переворачивание Начался голод Люди стали меньше идти Доход С Матроной И ее Целительство стало гораздо меньше И возник такой ропот И она Без слова Прека Никогда в жизни Не сказала дурного слова О братьях Уехала в Москву Иван тогда не знал Что вновь увидит сестру Только через 25 лет Их встреча произойдет Уже после Великой Отечественной войны Далеко от родного дома В подмосковном Сергиевом посаде Сегодня в Сергиевом посаде Осталась только одна улица Которая не перестраивалась С начала 20 века Ильинская Сюда после революции Бежали многие дворянские семьи Этим домам более 100 лет В одном из них В конце 40-х Жила Матрона С властями у нее было очень много прецедентов Ей приходилось уезжать Вот, наверное, всем известен Это случай, когда Матрона позвала племянника из Загорска Вот как вспоминает об этом Ксения Сифарова Одна из послушниц Матроны Однажды Он почувствовал Что тетя зовет его к себе духом Словно весточку мысленно посылает Из Москвы Племянник Иван Отпросился у начальника И срочно отправился в Москву Дорогой недоумевал Что за беда случилась с тетей Едва он вошел в квартиру Матрона попросила Срочно перевези меня отсюда Мешкать нельзя За мной скоро придут И правда Только они уехали Как в дом нагрянула милиция С ордером на арест Павел Флоренский Тезка и внук знаменитого философа Русского священника Павла Флоренского Рассказал, как в детстве Он однажды встретил святую Матрону Именно здесь В Загорске Так в годы советской власти Называли город Сергиев Посад Подозреваю, что я и моя сестрица Может быть одни из немногих А может последние Кто видели Матронушку Это было Наше детство прошло Второе с Сергией Лавры Летом мы там жили После войны всегда Вот И это наверное год сорок девятый Павлу тогда было только десять лет Конечно он не знал, что перед ним Великая провидица Мальчишку больше поразило Каким образом Матрона Передвигалась по селу Хожалки возили ее в детской коляске Тогда коляски были не такие, как сейчас Они вот на таких колесах были В этой коляске везли В коробе ее Ну она производила своеобразное впечатление Ну простите мне Десятилетнюю мальчику Который не понимает Но не дано мне чувствовать было ее святости В какой из этих домов привезли Матрону Неизвестно О том, что святая когда-то жила здесь Евгения Глызина узнала от одной из паломниц В 2006 году Евгения с мужем Купили дом в деревне Неподалеку от Сергиева Посада Потом уже узнали, что Матронушка очень любила эти места И она там тоже жила долгое время Евгения Глызина рассказывает Если бы не святая Матрона В их семье не произошло бы чудо Рождение долгожданного сына Нам снились пророческие сны В принципе я часто видела во сне мальчика Я мечтала о сыне, если честно Евгения в прошлом фотомодель У нее, казалось, было все, о чем может мечтать женщина Титул королевы красоты Любящий и заботливый супруг Не было только самого главного Ребенка Специалисты только разводили руками Оба супруга здоровы Никаких сложностей быть не должно Владимир Владимирович наш Он, конечно, ребенок вымоленный Вымаливали мы его не один год Это было несколько лет Мы ездили по разным храмам, по разным городам И в Киев ездили И по России много ездили И в святых источниках Евгения несколько раз ходила в храм Прикладывалась к мощам Матроны Молила святую помочь И она услышала В 41 год в жизни Евгении произошло чудо Третий раз, когда я стояла в очереди Я была уже беременна Я помню, я стояла с цветами для Матроны На душе было так благостно И вот потом я уже через какое-то время Я узнала, что мы ждем ребенка Так что молитесь Идите к Матронушке Просите Она наша скорая помощница Она наша заступница Мы ее очень любим И ребенка часто к ее мощам водим И Лавру в Сергею Посаду возим Прикладываем к мощам В Сергиевом Посаде Матрона прожила несколько лет У ворот ее дома всегда толпились люди Слепая старица никому не отказывала в помощи Матушка боролась за каждую приходящую к ней душу Вспоминала в своей книге Зинаида Жданова Сама Матрона никогда не жаловалась на тяжелую судьбу Но всегда беспокоилась о других С ней мы жили как на небесах Писала Жданова Но почему самым близким родственникам Матроны Пришлось пережить настоящий ад? Односельчане Матроны поговаривали Что после отъезда сестры Иван поругался с младшим братом Отыскал на чердаке иконку И спрятал ее под подушкой Его грызла совесть За то, что выгнал сестру на улицу Все-таки не чужая кровь Мы можем лишь предположить Что Иван оставался в Себино До начала Великой Отечественной В 1941 году ему исполнилось уже 55 На фронт не брали из-за возраста Зато на войну ушли три его сына Дмитрий, Василий и Петр А в 1942 в село нагрянули немцы Местные еле успели укрыться в ближайших лесах Вся деревня была уничтожена Сейчас в деревне Себино Сохранилось несколько домов Которые были построены в основном уже после войны Так как большая часть деревни пострадала Во время войны и сгорела Дом родителей Матроны и хозяйство ее брата Ивана Никонова сгорели Ему с женой теперь оставалось Только по миру идти Господи, ведь ты Ты же за Матрону меня наказываешь Да? Что я тогда лишил ее всего из дома Выгнал А вот теперь я и сам Бездомный В 1943 году к Ивану и Евдокии Никоновым Пришла первая похоронка На Дмитрия, старшего сына Потом стало известно, что погиб Василий Мы смогли отыскать его имя в списках погибших Вот оно Никонов Василий Иванович Рядовой 1909 года рождения Погиб в бою 25 января 1945 года Господи Ну как мне теперь Жить Детей похоронил Зачем Зачем мне теперь Жизнь Знаешь, кто такая Матрона? Знаю, вот Она там, наверху А вот здесь у тебя что? Тоже Матрона С чепочкой Вот она Она тебе помогает? Да Маленькая Марьяна из Вологды Хорошо знает, кто такая Матрона Московская Ее родители каждый день благодарят святую за помощь Глядя на эту подвижную девочку Сложно представить, что еще полтора года назад Марьяне пришлось пережить два курса химиотерапии И тяжелую операцию Это было вот такое ощущение Как будто вот даже если сказать гром среди ясного неба Это ничего не сказать Не хотелось жить Не хотелось ничего делать Девочка так ослабла Что почти не вставала с кровати Бабушка Марьяны Мария Михайловна Каждый день просила святую Матрону о помощи К Матронушке мы обратились сразу Потому что много слышали об исцелении О выздоровлении И вот в голове промелькнуло сразу Что она должна быть с нами В храме Мария Люлина купила небольшую иконку С изображением Матроны Вечерами рассказывала внучке про святую Маленькая Марьяна старательно повторяла слова молитвы за бабушкой У нее стояла капельница 7 суток Сутками просто Детки обычно после этого Они встают такие вялые У них каких-то там не хватает клеточек Вот этих вот убиваются же клетки хорошие Здоровые больные Вот Она у нас после этих 7 суток встала Схватила деревянную игрушку И тут же с ней побежала в коридор Врачи удивлялись Так быстро Марьяна шла на поправку Бабушка и мама благодарили Матрону за чудо Женщины уверены, что святая Ответила на их молитвы После курса химиотерапии Опухоль уменьшилась И зарубцевалась Марьяне назначили операцию Операция прошла хорошо Вот во время того, как была у Марьяны операция У меня стояли иконы В палате Стояла икона Матроны После операции прошло уже полтора года Каждый месяц маленькая Марьяна проходит обследование Иконку с изображением святой Она не снимает даже когда ложится спать Девочка верит, что пока Матрона рядом С ней ничего плохого не случится Помолись перед Господом Богом За здоровье наше За здоровье нашей малышки Которая это помогала Спасибо тебе, Брюшоке А кто это такое? Прости нас и перед Господом Прости нас Только вера спасает Не раз повторяла Матрона В разговорах со своими близкими И добавляла Как мне вас жаль Матушка знала, что наступают времена Когда народ, отринувший веру Останется без Божьей защиты Люди будут, как слепые Говорила Блаженная Брат Матроны Иван Никонов Чувствовал, что сам виноват в своих несчастьях От Бога отвернулся Сестру из дома выгнал А теперь сам, как слепой Во тьме И выхода нет Война закончилась В живых из детей Остались только две дочери Но и они вышли замуж Разъехались Что стало с этой семьей После войны, пока непонятно К сожалению Документы, которые просматривались На период 46-50-х годов Не свидетельствуют о том, что Потомки ее двух братьев Жили в Семино Возможно, их разметала война Иван стал искать утешение в бутылке Напившись, сидел на крыльце И разговаривал с кем-то Будто ругался Оправдывался Тяжко Больно А мне, думаешь Не больно? Вот тут горит все Ты святой Тебе Легче было эти испытания переносить А я простой человек Слабый я, да Не мог я ее тогда защитить Не мог В конце 40-х В Загорск к Матроне Пришел странный гость Болезненный, худой, почти старик Долго мялся на пороге И всматривался в лицо слепой женщины Как зовут? Болит что? Болит Болит Так болит, что мочи нет Бьешь, наверное Помолюсь за тебя Да нет Не то, матушка Дужа у меня болит Трех Сыновей На фронде оставил И брата Но Не это меня гнедет Сестру родную Я предал Как и Уда Предал А чего ждал так долго Когда мучаешься Наш-то Себинские Знали, где меня искать Узнала Сразу узнала, Ваня Иди, что ли, обнимемся Я думал Обиду на меня держишь Я ж Как и Уда Предал Глаза закрою Вижу картины Одна страшнее другой То Замерзаешь То С голоду помираешь То Машина Тебя слепую Сбила Иногда Слышу от наших Жива Тогда и моя душа Радуется Но Бог Наказал меня Детей Всех Война унесла Не плачь, Ваня Они сейчас С Богом Я за них Молюсь И за спасение Твоей души Каждый день Молюсь Откуда 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 К тебе столько добра Ведь я Столько зла Тебе сделал Простишь Простишь ли ты меня Когда-нибудь Прости Я тебя, Ваня Давно простила А теперь Господь Снимает камень С души Твоей И ты можешь Спокойно Смотреть На небо Ольга Пивоварова По-хозяйски Осматривает новые вещи Сразу определяет Кому из ее подопечных Подойдет новый свитер Кому теплая куртка Сюда перезадут такие вещи Которые Именно И достают У нас Именно Постоян Вы Свидетель Чудо Обыкновенное Чудо Чудесам Ольга Уже не удивляется Здесь В Ростовском Центре Социальной Помощи Имени Матроны Московской Они случаются Каждый день Только благодаря Заступничеству Великой Святой Уверена Ольга Спасибо Тебе Заступничество Попровительница Наша За то, что Уберегаю Всех Наших Ольга Пивоварова В Бога Верила С детства Всегда Ходила В церковь Однажды Прочитала Книгу О Великой Святой Матроне Московской Образ Старицы Так тронул Женщину Что она Решила Буду Помогать Людям Как Матушка Матрона В 2012 Году По Инициативе Ольги И ее Мужа Андрея Открылся Центр Социальной Помощи У нас От 10 До 150 Человек Находится Людей И плюс Еще наших Нескончаемое Число От 20 До 30 Российских Граждан Попавших В беду И детей У нас 29 Начиная От Двухмесячного Возраста Ольга Старается Лично Пообщаться С каждым Кому-то Нужно Сочувствие Кому-то Материнская Любовь Она не знает Ни минуты Отдыха Время Отца Святого Духа Ныне И близне И вовеки Веков Аминь Англаза Трапеза Всем приятного Апетита Спасибо Трудно поверить Что еще год назад Энергичная Ольга Сама находилась На грани Жизни И смерти Прошлым летом В июне Я поехала В Москву На съезд По церковному Служению И благотворительности Которые ежегодно Идет в Москве Чтобы поделиться Своими результатами Набраться опыта И Видимо Из-за перенапряжения Которые На протяжении Двух лет Я испытываю В том Что постоянно Нахожусь В поиске Для того Чтобы содержать Этот центр И случился инсульт Прямо в Москве Женщину госпитализировали В московскую клинику Затем отправили На лечение В Ростов Но ей становилось Все хуже Рука Ничего не чувствовала Я не могла Никаких движений Совершать Точных Была ужасная Слабость И тянула ногу Забыла Очень многое Память У меня немножко ушла Забыла Даже Раскладку клавиатуры На компьютере Все это время Ольга переживала За свой центр Молилась Матроне Просила Святую Об исцелении Однажды Ночью Женщина Увидела сон Ко мне подошла Матронушка Стала сзади У изголовья Кровати Приложила Свои руки На мои виски И я спрашиваю Что же это такое А Матронушка Говорит мне Я все твои дырочки Запаиваю Сказала она На следующий день На обходе Врачи были поражены За одну ночь Организм Ольги Восстановился Полностью Они осмотрели Меня И увидели То есть Вот Случилось Реальное чудо Меня Выписали Теперь Каждое утро Ольга Пивоварова Начинает с молитвы Святой Матроне В кабинете Руководителя Центра Социальной помощи Эта икона На самом видном месте От нее такой Идет Какой-то свет Не наш Ну не как обычные люди Что-то такое Все равно Ощущается Марина Филипова Автор нескольких икон Святой Матроны Московской Она говорит Что создавая образ Слепой старицы Всегда чувствуют Ее незримое присутствие Ну всегда ощущаешь Когда идет от человека Даже от изображения Вот Я не знаю Мне все время кажется У нее такие добрые морщинки Должны быть Она даже Ну с юмором Что-либо таким Я не знаю почему Но у меня все время Ощущение было Что женщина такая Очень доброжелательная И это как-то отражается Даже В работе Зеленое одеяние Белый платок Который символизирует Чистоту И непорочность святой Четки в левой руке И закрытые глаза Которые указывают Верующим на то Что блаженная Обладала прежде всего Не физическим А духовным зрением Так выглядит Канонический образ Святой Матроны И вот кому-то кажется Что с закрытыми глазами Правильно рисовать Ведь она обладала Внутренним зрением А кто-то скажет Ну раз обладала внутренним Тогда лучше И с глазами написать Я всегда смотрю Как она сама получается Как она вот Подводит к этому Когда пишешь Как ты чувствуешь А эта удивительная Икона святой Матроны Хранится в свято-успенском Мужском монастыре В царстве Божьем Там нет ни хромых Ни слепых Ни глухих А там все видят Все слышат И все знают Отец Лавр Настоятель монастыря Несколько лет назад Заказал для своей обители Необычную икону Матроны Блаженная здесь Изображена С открытыми глазами Для нас это большое утешение О том, что Матрона нас видит Матрона за нас молится Блаженная при жизни Все скорби побеждала молитвой Близкие старицы рассказывали Что с лица Матроны Не сходила улыбка Иконописец Екатерина Прохорова Считает, что есть разница Между земным образом И небесным Ясный взгляд голубых глаз И яркое цветастое платье Такой она видит Матушку Матрону И образ сложился Не аскетический Не монашеский Образ сложился Очень светлый И радостный И захотелось написать Именно настоящую Русскую святую На русской земле стоящую Крестьянку И муж Наверное В основном это его идея Давай напишем Чем-то таком красивом Прямо в райском саду Первая икона Матроны В райском саду Была написана Для Сретенского монастыря В Москве А потом Именно такой образ Стали заказывать И другие храмы Ну она никогда не говорила О себе Что она несчастная Прямо такие слова Есть жить Я несчастная Мне Господь Все открыл И все показал И небо Птичек Как она говорит То есть действительно Иной способ Познания Этого мира Ей был открыт И гораздо более полноценный По видимому Чем просто Телесное зрение Эта икона Святой Матроны Находится в храме Рождества Иоанна Предтечи Священник Алексей Воронцов Лично заказал Этот образ Иконописцем Прохоровым И иной раз Не было даже места Куда можно Поставить свечу И поэтому Появилась идея Которую Благословил Настоятел Нашего храма Владыка Игнатий Написать Большой образ Святой Блаженной Матроны Два года назад Этот образ Был написан Два года назад Владыка Освятил новый образ Ежедневно К этой иконе Идут десятки людей Со своими молитвами Просьбами Храм Рождества Иоанна Предтечи Известен тем Что когда-то Здесь молилась И причащалась Сама Матрона В конце 40-х В этом храме Служил священник Димитрий Делекторский Матрона называла Его своим духовником На фотографии Отец Димитрий Делекторский Священник К которому Святая Блаженная Матрона Приходила В этот храм Который ее исповедовал И причащал Святых Крестовых Тайм Мария Федина Одна из немногих Кому посчастливилось Своими глазами Увидеть Блаженную Ей было чуть больше 20 Она посещала Почти все службы И часто видела Как отец Димитрий Подолгу Беседует со слепой Старицей Кто знал Что это Матронушка Что она Святая Ну вот Он ее Причащал Ее Брали Зимой воде И обратно Домой Вот Что я могу сказать Все Это как сон Я вспоминаю Как сон Я сама Мария Ивановна Мария Ивановна Вспоминает Что в те годы В конце 40-х Старица жила В деревянном доме Возле станции Метро Краснопресненская Там маленькая такая Улица Да И Ну конечно Старый дом Потом ее куда-ли Обратно еще Перевели Увезли И так Больше Я не могу Мария Ивановна Больше не встречала Слепую Старицу Отсюда С Краснопресненской Матрона И переехала В Загорск С тех пор Прошло 70 лет Но священник Алексей Воронцов Говорит Что и сейчас В храме Чувствуется Незримое Присутствие Матроны И чувствуешь Особое Предстательство Особое Ходатайство Святой Блаженной За себя За Ихожа Нашего храма За свои семьи Безусловно Есть вот та Тайная Духовная Какая-то Покров Особый покров Который Все мы испытываем Матрона Любила повторять Бес у нас Живет на левом плече А ангел На правом И у каждого Своя книга жизни В одну книгу Записываются Грехи А в другую Добрые дела Воспоминаниям Близких Святая Матрона Никогда Не держала Обиду На своих Братьев Все это Время Она ждала И молилась Чтобы однажды Они пришли К ней Ведь только Покаяние Приближает Людей К Богу Кайтесь В грехах Учила Матрона Путь Может быть Долгим Но только После Покаяния Человек Получает Прощение Каким Бы Тяжелым Ни был Грех Бог Снимает Любую Вину По воспоминаниям Некоторых Биографов Матроны Один из Братьев В конце Жизни Раскаялся И конечно Не без Влияния Матроны По всей Видимости Мы не можем Даже Предположить Что это Произошло Само по Себе Когда он Живет Рядом С таким Великим Праведником Чудотворцем После Той Встречи С Матроной Иван Почувствовал Что С его Души Словно Камень Упал Он Теперь Часто Навещал Сестру И Они Как Когда-то В детстве Подолгу Разговаривали И Смеялись Словно Не Было Этих Страшных Лет Не Было Предательства И Разлуки Продолжение следует